Это программа День с толком в студии Ирины Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Уборочная кампания затягивается почти на месяц. Почему и что будет с урожаем? У 300 семей появилась надежда на скорое новоселье спустя год. В Барнауле возобновили строительство на улице Сухова. 5000 обращений за 4 месяца. С какими просьбами приходят в филиал фонда «Защитники Отечества»? В Алтайском крае осудили 7 членов неорганизованной преступной группы черных банкиров. Следователи установили, что за несколько лет они обналичили 844 миллиона рублей. Правоохранители поясняют, преступники подыскивали юридических лиц, которым нужно было обналичить средства. Перечисляли деньги с одних подконтрольных счетов на другие, чтобы создать видимость реальных финансово-хозяйственных отношений. И обналичивали, получая за свои услуги определенный процент. С помощью такой схемы за 4 года черные банкиры обналичили 844 миллиона рублей, а их доход оценивают в 87 миллионов рублей. Суд признал фигурантов дела виновными. Организатору преступной группы в виде 6 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в сумме 400 тысяч рублей. Остальным участникам от 2 до 5 лет лишения свободы условно со штрафом от 60 до 250 тысяч рублей. Алтайские аграрии собрали порядка 2,5 миллионов тонн зерна, а это только 50% от всего урожая. Этой осенью наш регион столкнулся с рядом проблем. Как идет уборочная кампания и в каких настроениях пребывают фермеры, узнавала Юлия Щепина. Ну она достаточно здорово клюнула. То есть, потери большие, честно. Фермеры Алтайского края ждут в этом сезоне большие потери. Уборочная кампания началась практически вовремя, а ее завершение затягивается уже на три недели. В Алтайском крае, в Сибири, очень плохо. Плохо, прежде всего, из-за погодных условий. Сначала была жара, даже некоторые культуры пришлось пересевать, потому что они не взошли. Потом дожди, сейчас от дожди пошли, ну, осенью, что не позволяет то, что даже наросло, убирать. Сентябрь заканчивается, в это время уже практически заканчивали зерно-бобовые. А сейчас еще много в поле статистика. Меньше хвостов публикует где-то на пределах 50%, плюс-минус там 2-3%. Такой сложной уборки я, по всякому, не помню. Идеальная погода для сбора урожая – сухая погода без дождя, туманной росы. После дождя же зерновая культура должна 2-3 дня просыхать. В этом году уборочная кампания проходит в суровых условиях, поэтому аграрии вынужденно собирают сырое зерно. Качества в этом году практически нет ни у кого. То есть те августовские дожди, они вымыли всю клейковину, весь протеин. То есть делая лабораторные анализы, это протеин, влага, число падения, клейковины. Практически нет ни у кого, как мне известно. То есть уже нет значения. Большой этой ферме, крупный, сколько-то уже удобрений и прочее. Дожди сделали свое плохое дело. Потери Алексея Бутырского составили около 40% урожая. Возникли и проблемы с уборкой. Пшеница, готовая к сбору, подсохла, стала пропускать свет на низшие ярусы, отсюда сорняк. А также культура начала прорастать. И обязательно найдем вот такую же пшеничку. Вот видите, уже с зеленым росточком. Эта пшеница, как пассивной материал, уже некуда не годится. Еще одна проблема – стремительный рост цен на дизельное топливо. При том, что цена сельхозпродукции не меняется. При средней стоимости пшеницы третьего класса с НДС 12 рублей за килограмм и солярке в 65 рублей никакой рентабельности, подчеркивает Алексей Бутырский. Цены на топливо, цены на запасные части потянут за собой определенную цепочку повышения цен. То есть это повышение логистики, повышение каких-то сфер услуг и прочее. Топливо – это все. Все, что мы носим, все, что мы берем в руки и покупаем в магазине, когда-то привез грузовик, он кушает топливо. Каким еще последствиям приведет повышение цен на ГСМ и насколько затянется уборочная кампания этого сезона, сказать сложно. А тем временем в Алтайском крае собрали порядка 2,5 миллионов тонн зерна – половину от пассивных площадей. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. На проблемной строительной площадке на Сухово-34 в Барнауле возобновились работы спустя почти год после их остановки. При том, что сам 16-этажный дом уже готов. Ввод его в эксплуатацию задерживается из-за подземной парковки, строительство которой было приостановлено по причине недостатка средств у застройщика. Несколько месяцев межведовственная рабочая группа, действующая в администрации города, работала над возобновлением строительства. И вот, наконец, на объекте вновь идет работа. Как удалось решить проблему, расскажем далее. Спустя год простоя здесь вновь видят рабочих, а дольщики грезят надеждой отпраздновать новоселье в Новый год. 16-этажка на Сухово-34 выросла уже давно. Объект не могут сдать из-за того, что парковка на этапе котлована. От нее напрямую зависит ввод дома в эксплуатацию. По проекту заезжать в подъезды будут через парковку. Год назад затянулось ее проектирование, а у застройщика закончились деньги. Дом на Сухово – один из последних, в строительстве которого не используют эскроу-счета. Проектировщики не могли привязать к этому рельефу местности проезжую часть. И пока не проектировали, мы не могли денежные средства привлекать. То есть нужно было сначала сделать проект, потом проектировать экспертизу, потом уже декларацию, ну и тогда выйти на продажу. У нас этого не было ничего. Мы вложили свои около 53 миллионов денег, и финансирование закончилось. В этом году жильцы дома обратились со своей проблемой в администрацию города. В этом доме 300 квартир, то есть 300 семей фактически ожидают ввода жилого дома в эксплуатацию. Поэтому международная рабочая группа вместе с застройщиком начали процесс улаживания и решения тех проблемных ситуаций, которые на объекте возникли. В результате этим летом специалисты вышли на Союз строителей Алтайского края, чтобы организация выделила застройщику заим для завершения объекта. Благодаря этим деньгам сейчас и продолжается строительство. Поставка материала на объект, она уже осуществляется. То есть сейчас очень важно нарастить темп строительно-монтажных работ. Тот график, который изначально был заявлен застройщиком, сегодня в полной мере не соблюдается. Застройщик заверяет, что до конца года все-таки строительно-монтажные работы по вводу жилой части объекта будут завершены, и в дальнейшем объект будет представлен надзорным органом для ввода в эксплуатацию. Для контроля за ходом работ на объекте и их завершением, по словам Андрея Федорова, решено проводить заседание межведомственной рабочей группы по строительству многоквартирного дома на Петросухово, 34, с выездом на строительную площадку в присутствии застройщика и с участием инициативной группы дольщиков. Анастасия Дороган, День с толком. Около пяти тысяч обращений поступило в фонд «Защитники Отечества» в Алтайском крае. Фонд работает уже несколько месяцев. Туда обращаются с различными проблемами сами участники СВО и их родственники. Что больше всего волнует их? Об этом в нашем материале. Каждый день сюда обращается около 30 человек. На протяжении нескольких месяцев фонд «Защитники Отечества» помогает семьям участников СВО, а также самим бойцам. Напомним, подобные центры начали свою работу по всей стране с 1 июня. С этого момента в Алтайское отделение поступило уже почти 5000 обращений. Здесь помогают в трудоустройстве, реабилитации, оказывают юридическую поддержку. У нас сегодня есть СВО юрист, который уже работает постоянно на приеме с 9 утра до 18 вечера. Так как мы работаем по формату одного окна, у нас здесь присутствует и медэкспертиза, МФЦ, и психологи работают, работа России. Другими словами, фонд призван координировать работу различных ведомств, что облегчает жизнь посетителям. Сам центр находится в Барнауле, но сегодня почти в каждом районе края есть представитель фонда. Если это семья погибшего, у них на первый план становится психологическая помощь и поддержка. Если приходит семья раненого бойца, тут в первую очередь идут технические средства реабилитации. Это и помощь в протезировании, это адаптация жилых помещений. Если это военнослужащие, которые сейчас в данный момент пришли в отпуск, это в первую очередь медицинское обследование, какое-то лечение. В последнее время много обращений было связано с льготным поступлением в ВУЗы. Также решают вопросы по детским садам, школьному питанию. Большое внимание, по словам сотрудника фонда, здесь уделяют реабилитации бойцов. Членам семьи организовывают походы на спектакли и концерты. Очень важна и помощь психолога. Когда случается горе, когда человек находится в состоянии неизвестности, когда о близких неизвестно, непонятно, где они, что с ними. И люди иногда не знают вообще, куда можно пойти, кто окажет помощь. И вот здесь, в общем-то, можно прийти и получить ее. Также фонд ведет работу с автошколами. Родственники погибших бойцов могут пройти курсы вождения, оплатив всего около 2000 рублей. Сегодня так уже обучаются близкие трех участников СВО. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Бабе лето заканчивается, но многие жители края выбрали именно начало осени в качестве отпуска с детьми. Прогулки во время последних солнечных деньков – это замечательное времяпрепровождение перед серьезной нагрузкой в школах. Правда, частенько отдых может быть омрачен расстройством кишечника у детей. По данным медиков, это одна из главных причин недомогания несовершеннолетних в теплый период. Так, в Алтайском крае от общего числа заболевших ротовирусом более 90% случаев – детские инфекции. Как уберечь от них ребенка и когда надо обращаться к врачу, расскажем в следующем сюжете. Бабье лето в Алтайском крае заканчивается. Сейчас последний шанс, чтобы принять солнечные ванны и обмочить ножки. Однако на том же пляже нужно всегда быть начеку. Во-первых, необходимо следить за ребенком на воде, ведь статистика утонувших неумолима. С 1 июня текущего года в водоемах региона погибло четверо несовершеннолетних. Во-вторых, проблемы могут возникнуть и из-за самой воды. Частенько именно она становится причиной кишечных инфекций. Два года назад были на пляже и, приехав домой, у ребенка началась рвота и диарея. Возможно, воды нахлебалась, может быть, песок съела, я не досмотрела. В итоге лечились таблетками и через пару дней вылечились. Такие случаи не единичны. Опасности также добавляют немытые фрукты и овощи, которые родители покупают на разного рода базарах. Так что кишечная инфекция у детей в теплое время – одно из самых распространенных заболеваний. Врачи утверждают, виной тому не сформировавшийся иммунитет. Максимально опасно это именно в детском, то есть до 5 лет. Потому что ребенок с рвотой, с жидким стулом за счет температуры очень быстро теряет влагу. Наступает синдром интоксикации, обезвоживания. Есть несколько типов кишечных инфекций. Вирусная, бактериальная и алиментарная, связанная с попаданием грязи в организм. Однако среди детей наиболее распространен первый вариант. На первом году жизни при таких симптомах, как диарея, рвота, боли в животе и температура, лучше сразу обратиться к врачу. Если ребенок постарше и родитель уверен, что справится, то можно самостоятельно приступить к лечению. Раньше с болезнью боролись такими средствами, как активированный уголь или рисовая вода. Однако они уступают современным препаратам с энтеросорбентами по типу полисорба. Секрет современных энтеросорбентов в том, что у них очень-очень маленькие частицы, которые действуют. За счет активных веществ быстрее все-таки помогают справиться с этим состоянием. Преимуществом является и то, что подобное лекарство не попадает в кровь и не оказывает отрицательного эффекта на организм. Также отсутствуют консерванты и красители, поэтому препараты с энтеросорбентами не причиняют вреда ни взрослым, ни детям. И все же, какими бы чудодейственными не были лекарства, специалисты рекомендуют, причем и взрослым, и детям, соблюдать простейшие меры предосторожности. Обязательно мыть руки, фрукты и овощи, а испорченную еду сразу выбрасывать. Татьяна Голубева, Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Приготовить блюдо под руководством опытного шеф-повара. В Барнауле появилось кулинарное квест-шоу по мотивам известной телепередачи. Телепередача. Наш корреспондент Дмитрий Дроздов испробовал эту игру на себе и прямо сейчас расскажет, как там все устроено и как принять в ней участие. Я уверен, многие из вас и даже я мечтали сняться в какой-нибудь телепередаче или принять в ней участие. Теперь у барнаульцев есть такой шанс. В краевой столице открылось новое квест-шоу по мотивам известной ТВ-передачи «Адская кухня». Мы решили принять в ней участие и прямо сейчас расскажем, как там все устроено. Только переступив порог квест-шоу по мотивам «Адской кухни», ты сразу переносишься в эту атмосферу. Приглушенный свет, нарастающая музыка, столы, приборы и, конечно же, шеф. Как и на любой кухне, шеф – это главный. А здесь шеф – это человек, который не просто ведет квест, но поддерживает атмосферу, настроение, напряжение даже в некоторой степени. Следит за тем, как готовится, что готовится. Естественно, пробует, оценивает. Здесь шеф строгий, но справедливый. Всю прелесть этой игры мы решили проверить на себе. Надев фартуки-бандану, мне была поставлена задача испечь блины. Под чутким надзором шефа я шел отлично. Правда, пару раз вынуждал его повысить тон. Почему мы не торопимся? Время у нас довольно ограничено. Сюда. Наливаем. Понял, шеф. Не понял, шеф. Да, шеф! Да, шеф! После того, как я более-менее уверенно завел тесто для блинов, мы перешли к процессу готовки. Здесь нареканий не было. И я даже испытал смелость удивить шефа умелым владением сковородкой и подкидыванием блина. А после перешли к дегустации и оценке от шефа. Прямо вверх и вперед. Вот! Балову поставьте, пожалуйста. Это уже луваж какой. Для кадров. Завигавич. Молодец. Я по секрету скажу, очень многие люди любят готовить, даже если они об этом не знают. Мы решили, что очень интересно будет совместить формат кулинарных мастер-классов и квестов. То есть мастер-классы у нас в городе есть, квесты есть. Все это объединить, пока не додумался никто. Мы это сделали первыми. То есть участники добывают ингредиенты. В какой-то момент они связаны. Где-то за руки, где-то за ноги. Где-то они лепят на ощупь. С этого момента ваша игра началась. Главное соблюдать правила кухни. Делать все вовремя. Держать рабочее место в чистоте и слушать шефа. Это залог успеха. Если вы захотите попробовать свои силы в кулинарном квесте, всю информацию вы можете найти в социальных сетях. Куар-код и номер телефона вы видите на своих экранах. Помните, в этой кухне очень жарко. Молодежный театр Алтая лишился главного режиссера Алексея Серова. Он занимал эту должность с мая 2021 года. Некоторые источники сообщают, что его уволили со скандалом. А причиной стало недовольство организации фестиваля имени Золотухина. Однако нам в пресс-службе театра сообщили, что с режиссером просто не продлили контракт. И подчеркнули, что молодежный театр всегда интересовали необычные эксперименты и новые лица. Особенно молодые режиссеры. До МТА Серов возглавлял четыре театра. В Новосибирске, Хабаровске и Волгограде. В последнем городе с режиссером произошла подобная история. Как пишут в СМИ, Министерство культуры Волгограда уволило его за выписывание самому себе больших гонораров. Есть ли в Молодежном театре Алтая прецедент на должность главного режиссера? И сколько театр будет оставаться без художественного руководителя? Нам не сообщили. Новый сезон Алтайского музыкального театра откроет премьерным мюзиклом «Пиковая дама» по сюжету повести Александра Пушкина. Режиссеры обещают представить зрителям модный и молодежный мистический триллер. За кулису магии заглянула наша съемочная группа. История главного героя «Пиковой дамы» Германа тронет многих. Легенда о беспроигрышной комбинации карт увлекла его в мир темных страстей и довела до безумия. Этот персонаж показывает, как навязчивая мысль может заставить человека пойти на все. С такой историей в музыкальном театре начинают новый сезон. Мой персонаж, когда получает эту навязчивую мысль о тройке, семерке и туз, о этих трех картах, он начинает на этом просто, как сказать, он помешался на этом, и он ни о чем думать не хочет, и начинает повторять эту навязчивую мысль, что тройка, семерка, туз, то есть только этот, только об этом думает. У нас социум есть, у нас есть какие-то, как сказать, обучающие моменты, есть коллеги, которые могут сказать, не играй в карты, не ходи в рулетку играть там, в общем, там и так далее. То есть, ну, у Германа никого не было, он один был абсолютно. Постановочная группа подготовила для зрителей немало сюрпризов. Уже в фойе барнаулцы погрузятся в атмосферу спектакля. Колода карт авторская, нарисована специально для спектакля. Такими же картами будут играть и артисты на сцене. А художник Николай Чернышев использовал в сценографии некие метафоры, которые помогут зрителю оказаться в городе на Неве, где и происходит история «Пиковой дамы». Спектакль «Пиковой дама» тоже выбран не случайно. Это одно из самых таких противоречивых произведений. Что есть правда, что есть ложь в этом спектакле предстоит увидеть, услышать зрителю. Мюзикл «Пиковой дама» – некамерная постановка. Одномоментно на сцене будет присутствовать до 40 человек. Премьера спектакля пройдет уже в эту пятницу, 29 сентября в 18.30, а также 30 сентября и 1 октября. К слову, мы тоже хотели купить билет, но оказалось, что все места давно раскуплены. Анастасия Дороган, Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...